Здравствуйте, братья и сестры! Вот и приблизились мы вплотную к празднику Рождества Христова. Подошел к концу пост, завершился календарный год. А в Краснодаре в конце декабря состоялось собрание духовенства Кубанской епархии. На нем были подведены итоги трудов за прошедший год. А возглавил его правящий архиерей, митрополит Екатеринодарский, Кубанский и Сидор. Итоги деятельности Екатеринодарской и Кубанской епархии за прошедший год подводили в здании Краевой филармонии, где собралось духовенство приходов епархии. В начале епархиального собрания правящий кубанский архипастер и митрополит Исидор поздравил всех, кто присутствовал в зале, священнослужителей и диаконов, с продолжающимся рождественским постом, после чего владыка повел речь прежде всего об общем положении дел в Екатеринодарской и Кубанской епархии. В настоящее время в Екатеринодарской и Кубанской епархии 260 храмов. Из них предписных приходов 36. Четыре монастыря. Один мужской, крестовая пустынь, поселок Солохаул, город Сочи. И три женских. Во имя иконы Божьей Матери, Нерушимая Стена, город Абширонск. Во имя иконы Божьей Матери, Всецарица, город Краснодар. Троица-Георгийский, село Лесное, город Сочи. В 2015 году в епархии было организовано и продолжено строительство новых приходов, как в Краснодаре и пригородных поселках, так и в крае. Некоторые из новых храмов восстанавливаются после богоборческих времен, как, например, храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Краснодаре. В текущем году владыка Исидор совершил 13 диаконских и 11 иерейских хиротоний. Таким образом, в Екатеринодарской епархии на сегодняшний день трудится 304 священнослужителя и 54 диакона. Но деятельность епархии не ограничивается совершением богослужений. В городах и районах и на отдельных приходах было проведено немало мероприятий и благотворительных акций, посвященных церковным праздникам или иным событиям. Также на собрании были заслушаны отчеты о работе епархиальных отделов. Еще одно важное мероприятие состоялось в Краснодаре в конце декабря. В администрации края прошло совещание на тему церковь и казачества, пути сотрудничества. Возглавили его вице-губернатор Краснодарского края, атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда и правящий архиерей епархии, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. В отцерковление казаков и их семей – главный вопрос, который рассматривался на повестке дня расширенного совещания «Церковь и казачество. Пути сотрудничества на современном этапе». Встреча носила масштабный характер. В Большом зале краевой администрации собрались правящие архипастыри епархии Кубанской митрополии, благочинные, священники, взаимодействующие с казачеством, а также атаманы районных отделов казачьих обществ, руководители кадетских казачьих корпусов. В 1792 году, вы знаете, казачьи были в последствии с атаманской землей. Год жили к землянам, в это время строили храмы. В 1973 году этот храм был уже готов принимать верующих людей, верующих казаков. Атаман Кубанского казачьего войска Николай Далуда напомнил об искренней приверженности наших предков казаков православной вере. Сегодня ситуация отличается. Все мы, не исключая казаков, люди постсоветского общества. Большинство из нас росло и формировалось в годы явных или скрытых гонений на церковь. Поэтому честнейшее сотрудничество духовенства и казачества сегодня необходимо. Тем более в наше непростое время. Честно скажу, год был непростой. Братоубийство у ближайших наших соседей, война на Ближнем Востоке, все это вызывает обоснованную тревогу у людей, которые прибавляются экономическими вряд лицами. В такое время есть только один способ выстояния – сплочения. Церковь, государство, народ должны быть едины. Это всегда хорошо понимали казахи. Конечно, работа с казачеством ведется и в благочиниях, и на приходах. Проводятся совместные мероприятия. На необходимость воцерковления казачества неоднократно указывал святейший патриарх Кирилл. Был даже создан синодальный комитет по взаимодействию русской православной церкви и казачества. На Кубани в казачьем крае регулярно проводятся районные семинары. Накануне масштабного совещания состоялся первый семинар в Екатеринодарском отделе Кубанского казачьего войска среди духовенства и помощников атаманов по взаимодействию в деле воцерковления казаков. Духовник Кубанского казачьего войска протеерей Иоанн Гармаш отметил, что необходимо выстроить взаимоотношения и выработать совместную образовательную и культурную программу мероприятий, в которых будут принимать участие и атаманы, и священники районных казачьих обществ. Мы находимся на одном поле боя, как духовного, так и житейского. И мы должны прикрывать тылы друг друга и с тем врагом и внутренним, и внешним бороться вместе. Наш край, он многонациональный край, здесь все уживаются, и казаки, и адыги, и чеченцы, и армяне, и грузины. Но все приходим к одному мнению, что действительно это казачий край, казачья культура, и все национальности, они принимают нашу культуру и уважают наши традиции, что и мы взаимно делаем, уважаем их традиции. Современный мир всеми силами ополчился на традиционные культурные ценности, тем более православные. Угроза исходит не только извне, но и изнутри. Умы многих молодых людей, в том числе и казаков, увлекают, к примеру, неоязычество. А ведь казак всегда был защитником православной веры и отечества. На сегодняшний день казаки декларируют себя как люди православные. Но, к сожалению, не все даже понимают, с какой стороны в храм-то входить. И, осознавая себя православными, они не осознают себя воцерковленными. Сейчас нужно поднимать вопрос о второй стадии, именно стадии воцерковления. Тогда, когда человек душой до конца проникнется и поймет, что он становится православным христианином, и его ценности жизненные начинают ориентироваться на ценности православные. Такие семинары с подробными отчетами о проделанной работе планируется проводить ежеквартально. Ради поста наша программа сегодня носит чисто познавательный информационный характер. Надеюсь, на праздник Рождества Христова мы вас порадуем более красочными материалами. А сегодня смотрим подборку новостных сюжетов. Храм во имя всех святых на одноименном кладбище Краснодара скоро будет иметь свою звонницу. Несколько колоколов уже привезли из Каменско-Уральского. На освящение компанов, а именно так по-церковно-славянски называются колокола, собрался весь приход храма, который, несмотря на то, что эту церковь только-только начали восстанавливать, уже при храме сложился. Всесвятское кладбище называют Кубанской Голгофой. Сейчас многие могилки уже заброшены. Здесь нашли упокоение и воины царской армии, и мученики за веру. Был здесь и Всесвятский храм, который в 20 веке разделил судьбу многих сладоглавых церквей России. И весь живот наш Христу Богу предади. Еще нет и двух лет, как заброшенное здание бывшей воскресной школы передали Русской Православной Церкви. Но, слава Богу, здесь уже совершаются службы, где поминаются и те, почившие на кладбище православные христиане, за которых уже некому воздохнуть перед Богом. 30 хоровых коллективов приняли участие в 4-м открытом региональном православном фестивале церковных хоров «Господи Воззвах». Концерт проходил в Большом зале Кубанского казачьего хора. Выступление этого почитаемого во всем мире коллектива и предварило начало работы фестиваля. Фестиваль церковных хоров «Господи Воззвах» проводится по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. От его имени доброе напутственное слово участникам передал секретарь епархиального управления Протеерей Евгений Хаджипараш. Мы вас приветствуем, радуемся, что вы и в этом году вместе с нами, что у вас интерес к пению и прославлению Бога не угасает. Каждый год практически мы встречаемся уже 4 года, встречаемся на этой сцене. И мне только хочется порадоваться от того, что и новые коллективы включается наш фестиваль, и у вас не ослабевает интерес, а наоборот, вы становитесь все маститей, маститей, и это радует. И мы всегда готовы вас видеть и слышать на этой сцене. В этом году фестиваль прошел на заметно более высоком профессиональном уровне. На сцену поднялись не только взрослые, но и детские коллективы, учащиеся в воскресных школ, православных образовательных центров. Помимо церковных храмовых хоров, в фестивале приняли участие академические камерные хоры, ансамбли духовной музыки. Репертуар был достаточно разнообразен. Здесь были богослужебные песнопения, духовные стихи, религиозные канты, калятки. Выступления коллективов оценивались в жюри, которое состояло из опытных музыкантов и ведущих специалистов в области хорового искусства. Но не только техническое мастерство оценивали члены жюри. Церковное пение – самое высокое искусство, и здесь всегда трудно достичь идеального исполнения. Здесь мастерство подчиняется духовному состоянию певца. Мы не только сами должны совершенствоваться, но и те люди, которые поворачиваются к православной вере, они должны слышать эту музыку. Не только в храме, а может быть здесь. Вот эта цель, может быть, мы больше людей повернем к вере. То есть это миссионерское значение этого фестиваля. Поэтому он должен существовать, он должен, может быть, мы будем какие-то формы другие менять. Может быть, делать какие-то концерты таких уже именитых наших коллективов, которые могли бы показать мастер-класс. Будем об этом думать, но хотелось бы, чтобы действительно этот фестиваль способствовал укреплению нашей православной веры. Хорошее, правильное церковное пение может привлечь человека к церковной жизни. Подобные фестивали помогают донести богатство православных песнопений и церковной культуры до зрителя. Православие и наука в 21 веке. Такая достаточно широкая для размышлений тема рассматривалась на очередных ежегодных молодежных екатерининских чтениях. Этот форум организован как межвузовский. В зале присутствовали воспитанники Екатеринодарской духовной семинарии и студенты светских высших учебных заведений. В этом году екатерининские чтения, как и многие мероприятия, посвятили памяти святого равноапостольного князя Владимира. Очень важно, чтобы мы были свободны, наше зрение, наши глаза от шор, которые мешают видеть свет. И проводников этого света. И князь Владимир, конечно же, является этим проводником. Его выбор, мы все знаем, мы испытываем, это выбор не только цивилизационный, не только явление культурное, социальное, во всех аспектах жизни нарождающегося русского государства. Это выбор, во-первых, дороги, выбор пути в Царство Небесное. О взаимодействии или взаимоисключении науки и веры говорить можно много и рассматривать тему с разных сторон. Студенты семинарий и светских вузов подготовили доклады на разные темы. От студентов факультета журналистики поступили неожиданные творческие предложения в области взаимодействия, ставшей уже привычной рекламы, и фигур святых. Насколько такой проект в случае его реализации оказался бы благоговейным, это, конечно, вопрос. Но то, что молодежь тянется к православию, безусловно, отрадно. Это была такая дискуссионная тема, и я очень долго думала, стоит ли вообще с ней выходить, потому что всё-таки это не светское какое-то мероприятие. Поймут ли наши доклады, как воспринимут, положительно ли отрицательно, но все очень доброжелательные оказались, потому что наши темы довольно-таки дискуссионные. Екатерининские межвузовские чтения, помимо научного, имеют ещё и миссионерский характер. Здесь студенты университетов и других учебных заведений могут впервые соприкоснуться с миром православия. Конечно, знакомство это будет вначале поверхностным, но и это уже немало. В начале рождественского поста митрополит Екатеринодарский Кубанский Исидор впервые посетил храм Благовещения Пресвятой Богородицы в посёлке Агроном, где совершил божественную литургию. Первая архиерейская литургия собрала в церкви множество верующих. В этот день церковь отмечала память святых мучеников Гурия Самона и Авива, покровителей супружества, и многие пришли с семьями, с детками. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы возвели в Агрономе относительно недавно. Всего два года богослужения ведутся в отстроенной церкви. До этого, 14 лет, верующие жители посёлка молились в маленьком домике. После таких испытаний новый храм стал поистине отрадой, вместительной, благоукрашенной. По входе молящегося встречают ветхозаветные эпизоды и святые, например, пророки, Исаия, Аввакум и другие. А уже ближе к алтарю в росписях раскрывается Евангелие, так что стены храма повествуют практически обо всём ходе и порядке духовной жизни человечества. Но ведь храм и посвящен Благовещению. Событию перехода человечества от Ветхого Завета к Новому. По окончании богослужения владыка Исидор поздравил жителей посёлка с праздником. Также митрополит Екатеринодарский и Кубанский поблагодарил главного благотворителя строительства Благовещенского храма Евгения Александровича Кузнецова, генерального директора фирмы «Цитадель». За благое дело возведения церкви он удостоился ордена Серафима Саровского третьей степени. Ну что ж, братья и сёстры, на этом всё. Увидимся уже в святые дни.